Позабудем Откроем сердце доброте Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были добрые, отзывчивые друзья, согревающие сердце слова и радующую душу поступки. Каждый год 13 ноября отмечается Всемирный День Доброты. Этот праздник возник в 1998 году в Токио. Позже его стали отмечать и другие государства. Всемирный День Доброты – это праздник действия. Независимо от того, сколько человеку лет, где он живет и какая у него профессия, он может сделать добро и помочь людям. Ведь люди, постоянно совершающие добрые, хорошие поступки, чувствуют себя счастливыми, редко болеют и долго живут. Берегите добро, создавайте его вокруг себя, и мир станет чуточку добрее. Хорошо бродить по свету С карамелькой за щекою А еще одну для друга Взять в кармашек на запас Потому что, потому что Всем важнее и дороже Всем доверчивее и строже В этом мире доброта В этом мире доброта Предлагаем вам подборку добрых сказок народов мира, в том числе авторских. Сказки о природе и животных учат ребят добру, ответственности и вере в себя. На примере главных героев мы видим, что добро всегда побеждает зло, а учиться лучше на чужих ошибках. Сказки удивительно влияют на внутренний мир ребенка. Они раскрывают его лучшие качества, побуждают совершать хорошие, добрые поступки. Как муравьишка домой спешил Сказка Виталия Бианки В ней повествуется о маленьком муравьишке, которого унесло ветром далеко от дома, вместе с листочком дерева. Сможет ли он до захода солнца вернуться в родной муравейник? Кто и как ему в этом поможет? Ответы на эти вопросы вы найдете, прочитав сказку. А еще узнаете, что подвергать себе лишней опасности не стоит, а просить помощи окружающих в трудной ситуации не стыдно. Айболит. Сказка Корнея Ивановича Чуковского В ней описан подвиг доктора Айболита. Днем и ночью к нему бегут звери за помощью, и он, конечно, всем помогает. Слава о лучшем докторе для зверей разлетелась по всему миру, и однажды к Айболиту прибывает необычный гость. Что изменится в жизни талантливого врача после этого визита, вы узнаете, прочитав сказку о доброте, милосердии и сочувствии. «Снежная королева» – сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена. В ней повествуется об удивительных приключениях двух детей – Кая и Герды, когда в их судьбу вмешиваются волшебные силы. Узнав от бабушки о снежной королеве, Кай заявляет, что если она войдет к ним, то он посадит ее в печь, и королева растает. Царица Снегов и Бурь похищает мальчика за такую дерзость, и тогда Герда отправляется на его поиски. Впереди девочку ожидает немало испытаний, но она не отступит и обязательно найдет Кая и отогреет его сердце. Сказка учит быть храбрыми, стойкими, целеустремленными, добрыми и преданными дружбе. «Крокодил Гена и его друзья» – произведение Эдуарда Успенского, который уже более полувека любят как дети, так и взрослые. Книга рассказывает нам о необычном зверьке – чебурашке, который прибыл из Африки в коробке с апельсинами. Долго быть одиноким малышу не пришлось, он подружился с настоящим крокодилом. Вместе их ждут интересные приключения и новые знакомства. В сказке Виталия Бианки повествуются о маленьком мышонке, которого дети отправили в плавание на бумажном кораблике. Хотя мышонок был очень мал, но он сумел выжить. Много бед и несчастья выпало на его долю. А вот как малютка-пик справился со всеми трудностями, вы можете узнать, прочитав эту книгу. Рассказ о мышонке учит состраданию, бережному отношению к природе и ответственности за свои поступки. Ну и, конечно, доброте. В рассказе повествуется о том, как в одной избушке старого рыбака поселился приемыш, маленький лебеденок. Какая судьба ждет эту птицу? Вы сможете узнать, прочитав этот рассказ. Книга учит милосердию, любви ко всему живому и тому, что у каждого из нас есть свое место в жизни и свое предназначение. Мамин сибиряк, серая шейка. Это удивительная история маленькой уточки, которая не сумела отправиться на юг вместе с семьей, потому что лиса сломала ей крыло. Серая шейка осталась в одиночестве зимовать. Эта сказка учит детей сопереживанию, добру и напоминает, что в любой, даже самой сложной ситуации нужно надеяться на чудо и верить, что выход обязательно найдется. Перед нами история мальчика Франческо из очень бедной семьи. Он никогда не получал подарка от феи Бифаны на Новый год. Каждый день он приходит к витрине магазина с игрушками и смотрит на них. Получит ли он заветный подарок празднику? Кто такой Роберто? И почему стрела голубая? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах сказки. А эта история научит быть добрыми и помогать тем, кто в этом нуждается. Делайте добро, и оно обязательно к вам вернется. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.